Каждый год зимой мы приезжаем в Костромскую область Глухие урочища Покататься здесь на лыжах Встретить зиму Зиму Встретить зиму Нина Михеева, моя боевая подруга Напарница Парагину Это церковь деревни Вернее села Фалилеева Ильинская церковь она называется Сохранилась Сейчас мы пойдем по этой дорожке В рочище Чтобы поддержать боевые дух команды Нам необходимо иногда ходить вместе Да, конечно На три дня вот так вот набрать продуктов Завалиться в избушку И отдохнуть от городской суеты Это Просто счастье В нашу избу мы приезжаем В тесной компании друзей И этот фильм Сделан по материалам нескольких лет В Костромской области Некогда повсеместно заселенной Ныне местами царит некоторое запустение Ведь одно из основных в прошлом Занятий местных жителей Ильноводство Придение и ткачество Ныне кануло в лету Да и обычное сельское хозяйство Заброшено с советских времен И пока не возродилось Лишь вырубка леса еще активно ведется В здешних местах Вот он подход к нашей лесной избушке Ёлок для нового года Сколько хочешь Выбирай любую Вот это дом для бродяг Такие избушки есть не только на берегу Ледовитого океана Но и на берегу бескрайней тайги Здесь В 1766 году Поселился капитан второго ранга Борноволоков Ее имение ему было Вручено после того, как он с Чичаговым Ходил северным морским путем Но не смог пройти К Охотскому морю Два года Пытались они пробиться Во льдах Но не смогли Вернулись Сохранили весь экипаж Короче говоря За сохранность всего личного состава Борноволокова Было От Екатерины 2 Да В этих местах Пожалуй, наименее И пожизненная пенсия 150 рублей А мы его далекие родственники Ура-пра-пра Отлично И так далее А теперь здесь Глухое урочище Никого Ага Но когда посмотришь вдаль Как и видится Охотское море Разросло наше поле Замечательная мягкая погода Все припорошено Красота Как обычно По традиции Первую экскурсию из нашей лесной избушки Мы совершаем к лесному терему Васташова Посреди глухих Костромских лесов На заросшем урочище Асташова стоял деревянный терем Его построил Больше ста лет назад Крестьянин Мартьян Сазонов Для своей молодой жены Позже Терем стал разваливаться И возможно сгнил бы Если бы не подвижники Которые Восстановили терем И возглавил эту работу Андрей Павличенков Себя он называет Бизнесменом Организатором И идейным вдохновителем Жена Ольга его всячески поддерживает О тереме узнали случайно Просматривая фотографии Архитектурного альбома Строение и вправду Уникальное Таких домов по всей стране Осталось около десятка После первой поездки Даже и не думали Об организации Туристической базы Но спустя время Андрей понял Что терем стал для него Почти родным И начал искать Для него реставраторов Помогали люди За все это время У Андрея Побывало огромное количество Волонтеров Около 150 человек Сначала Нужно было вырубить деревья Вокруг Так сильно заросло Бывшее жилое место Работы велись не один год Терем Разобрали по бревнам Перевезли в Кириллов Вологодской области На производственную базу Те бревна и детали Которые не подлежали Восстановлению Заменили новыми Таких было Больше половины Сохранившиеся Оставляли Теперь в тереме Музей И туристическая база Есть отдельные домики А есть и комнаты В самом тереме В которые можно Населяться туристам Обстановка комнат В старом стиле Но проживание в них С современными удобствами В музее Андрей собрал По окрестным Полуразвалившимся Избам В зарастающих урочищах Сохранившуюся Старинную Утварь Олег Олег Покажи как работать на льно Мялке Опа 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 О alloy Мейгарына, чарка такая. Мы все-таки купили какой-то из маленьких, но это очень рационная штука. Вот эти вот наши. Ну, то есть они где-то... В каких случаях? Это какой-то местный шахтер. Ну, как-то местный художник, ясно. Это печка, я с детства помню эти печки. Да, она такая совершенно рабочая. А вот для самовара? Ядра. Вот это вот, сюда самоварную трубу. А вот палку вот сюда вставляли. Русскую печь сюда вставляли томиться в чугунах. Пищу, щи. И они здесь очень вкусные получались. На самом деле, вот дым вырывался вот сюда вот. И вот труба. Вот сюда уходит труба. То есть, вот отсюда вот так вот и вот сюда вот. Вот. А когда она немножко остывала, туда ставили теплое корыто и с водой. И дети там мылись в тепле. Заброшенная деревня Костино. По крайней мере зимой здесь никого нет. Строение двухэтажное, наверное, было. в пол. Да. Изба вполне крепко выглядит. Как там внутри? Пола нет. Вот. Все. Готово уже рухнуть. Ножницы. Старый шкафчик. Красивый. Труба для того самого самовара была вот выведена на кухню. И вот сюда есть самовар, сюда около окна ставили. У самовара я и моя Люся. И смотрели в окошко. Да. В некоторых бывших деревнях еще сохранились дома. Но некоторым урочищам повезло меньше. На них сохранились лишь места, где некогда стояли дома. Селиваново в 1937 году. 7 тружеников, 5 старух, 15 детей, 8 домов. Курочкины, бабушка Пелагея. Марья, двое детей. Савины, 6 детей, старший Санька. Феофановы, сироты. Манька, Мишка-вор, Танька. Дом на две половины Просковьи и Ивана Ивановича. Избушка бабушки Арины, Маньки, Катьки и внучка Вовчика. Дом бабушки Катерины в бане дочери Просковьи. Бабушка Василиса. Коноваловы. Да чё ж красиво здесь урочище. По берегам реки Пенки. Которая впадает в Мелшу. Далекие виды открываются с поля Романовского вдали. За рекой Мелшей виднеется Хулилеевская церковь. А это обсерватория. Дом жилой, но зимой тут не живут. Романовская обсерватория охраняется государством. Памятник архитектуры. Куда не построена в 1915 году архитектор Соколов. Башня 4 октября в кавычках сооружена в 2012 году. Это видна та башенка, которая над крышей. Без единой новой доски. Вот она крыша обсерватории. Вернее, это даже не крыша, а боковая стена. В окрестностях Асташовского терема Андрей Павличенков и его помощники прокладывают дорожки. Делают отличные лыжные трассы по живописным лесам и старому рочищам. А еще организуют экскурсии на снегоходах по окрестностям. А мы, лыжники, затем бегаем по их следам, по здешним лесам, полям и урочищам. Нарезанная трасса в Костромском лесу. Фантастика. Слушай, вы же голые совершенно. Ну а как же у меня дача-то не была вчера? Слушай, они вообще чистые. Это благодаря святого Томасам. Стрелка за шкафу ушла. Что, сколько? Непонятно, нету стрелки. Понимаешь, там предел 50 и все. Стрелки нет больше. Вот у меня сегодня вот такая же ситуация была. Обалдеть. Там предел 40. Какой у нас вид-то из избушки. Из окошка. Обалденный. Примерно в 25 километрах от Осташевского терема есть еще один. Погореловский. Туда мы и направляем свой путь. Елки. Новогодний просто. Сколько проехали, Лёх? 23,9. А температура? А у меня нет датчика. Ну, так, по ощущениям. Мне кажется, сейчас 26-27, наверное. 26-27. А вот и терем. Терем, теремок. Андрей, а расскажи нам, что за терем-то? Чей терем? Анатолий Иванович. Он такой же, как... Он не такой, как Осташевый, да? В смысле, такой же. Похоже. Ух, какие резные-то, а! Наличники. Вот сколько... Он того же времени, да, как тот? Просто тот уже ресталированный, а этот... Мне кажется, он как с того времени стоял, так и стоит. Пока стоит. Вот, вот это нормально. Вот, вот это, скажем. О! Вот это нормально. О! Нормально. За вами. О! 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 Прям хоромы. Жили люди. Метражи сохранились. Цветные. О! Вот, смотри, какая стена. Вот еще потолок. да просто вообще прям дворец какой-то тут тепло даже топили недавно до нового года теплее чем снаружи на самом деле выкладывала штука сегодня обстановка такая вот такой терем а недалеко от истаршевского терема расположено урочище бывшей деревни озерки а визоположенская церковь здесь была фотография видна мы находимся с вами в урочище озерки вот это ризоположенская церковь в 1884 году здесь было большое село и священником в этой церкви работал изюмов филарет иванович он был не только священником но и краеведом его перу принадлежит труд исследование свято пустынского монастыря основанного святым авраамием чухлымским на берегу озера зеркального и здесь у стен церкви колокольни покоится прах филарета ивановича и его супруги филарет иванович изюмов священник и привет вот колокольника сейчас эта церковь вот эта ризоположенская вся заросла но еще в 1920 году здесь была школа большое село жило полной жизнью и одна у филарета ивановича было двое детей и дочь его Мария работала в школе учительницей собирала фольклорный материал вместе с учениками правда сейчас этот их труд утерян а сейчас от села озерки остались вот такие высокие деревья на полянах видимо здесь стояли дома зарастают церкви в села и в селе и и в селе и 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 храма, ну такой толстый слой раствора, осталась на стенах штукатурка не, ну озеро такое обыкновенное, вкус к нему такой нарезанные подготовленные трассы не могут не порадовать туристов поляны, виды вот туда открываются обалденные да, место потрясающее да, классное место вон, виды, смотри, какие далёкие да, да, да в такое ощущение, будто там вдали вдали, вдали, вдали мне кажется, облака не часто всё-таки тут вот такие виды вот мы катались, да, вот все эти дни я первый раз там такой вид вот именно такой вот дальний нож не отмёрзл ещё? да, вроде отмёрзает у меня отмораживается, я вот туда-сюда, туда-сюда прячу надо им шевелить да, да, шевелить вот, а у тебя не шевелится, смотри у меня шевелится да, у тебя хорошо получается уникальная ситуация две ориентировщицы, чемпионки мира и при них мужик заблудились в лесу заблудились, побежали без карт чего надо делать? ну меня выводите теперь мы не знаем, где грилец это же так классно, не знаешь заблудиться в средней полосе это фантастика и скорость темнеет ну чё, связь есть? офигеть, я просто счастлива это мы пошли новой дорогой в грилец без карт, компаса и чё, мэпс.ми? да, мэпс.ми и вот осваиваем технику технику хорошо, спортфоны есть у некоторых да, в тот день мы так и не дошли до наших ближайших соседей запады ох, снег, пухляк в 15 километрах от нас живущих в деревне Горилец многодетная семейная пара Олег с Викой к ним в гости мы снова отправились уже в другой раз история этой семейной пары немного необычна для нашего современного общества Олег Москвич Вика родом из Тулы но они решили уехать из городов и жить в провинции от Исташовского терема к ним ведет хорошая накатанная буранная дорожка тут это снимать неудобно они не бегут совсем а тупит мороз и вот Олег и Вика построили дом в небольшой деревне Горилец и живут здесь уже почти 20 лет и воспитывают шестерых своих детей Олег работает в местной школе учителем а также занимается восстановлением церкви вот на чем ездят а вот на каких лыжах ходить-то надо мы-то на коротких, на узких, дуговых а нормальных а нормальные только здесь рядок вот так-то мы тоже вон на полку и поширим все равно надо смазать а что вы возите здесь вот? я ничего не возим так вещи всякие а а то елочки давайте детей в школу возим когда на машине не проедем в восстановлении церкви помогают и другие жители деревни уже перекрыли полы ремонтируют крест перекрывают а потом в следующем году наверное ставить будем отчистить пытались ничем не чистится настолько прочный вот хотели пескоструйку найти так песком мы как жили так живем слава Богу Каждый слуг готовимся Большой привет конечно жить в деревне не так и просто проблем много но Олег не жалуется раньше он был только учителем истории теперь еще преподает физику и химию как сказала супруга Олега Вика земля у нас не очень плодородная выращивать что-то на ней тяжело поэтому мы выращиваем детей в церкви в урочище Троица Слобода повезло не так как в церкви в горельце здесь ее пока еще не реставрируют а рядом колокольня еще сохранилась перемычка разрушилась да много очень много старых церквей стоит по здешним зарастающим урочищем по лесам полям много жителей видимо было здесь раньше в этих местах проходил древний тракт Сибирь так и там там А пока в дешних лесах Лишь работают лесорубы и шумит лесозаготовительная техника Наша изба это хороший полигон для тренировок лыжников Которые идут к Северному полюсу Какой у нас тут сарай с дровами Нашу избу построили монахи А потом ушли из этих мест И за небольшую плату отдали ее нам Поле Круцов Каждый раз при посещении избы Нашим традиционным выходом становится выход К нашему ближайшему соседу на юг В урочище Бушнево и деревню Спирдово К охотнику Лехе Мы подъехали к старой вскакалейной дороге И здесь вот она пересекает речку Идол Здесь был мост такой грандиозный Идол Такая речка Да, идем мы в урочище Бушнево Уже километров 20 мы уже прошли Может быть чуть больше Но, ой Еще-то надо идти А тут в этом году по этой скакалейке Буранки не ездили Не ездили бураны Ничего тут не пропирано в этом году О, навалило Ну, нам придется тут Немножко поколбаситься По этим насыпным, узкакалейным дорогам Ныне разобранным Раньше вывозили лес Жирности в здешних лесах, конечно, полно Вот огромные следы Это лосины Тут засыпанные А вот свежий след глухаря Он так может сходить Только весной по насту Долго шел Цепочка его следов идет А, вот тут вот взлетел Вернее, приземлился Но оттуда шел Да, завалы на старых узкакалейках Просиках Затормозили наш ход Вот вышли до просторы Старой деревни Нам еще до нашего ближнего соседа К югу Охотника Лехи Километра полтора От нас он живет 30 километров Нам еще назад возвращаться А до бушного от него Еще километра Три-четыре Вот сколько здесь деревень Старых В лесах Костромских полях Деревня Спирдова Красивое место В этой большой деревне Ныне проживает всего один житель Я на севере Я был и работал И промоста И в шахте умудрился А сколько лет вам из них секрет? Сколько? 65 Охотник То есть вы это успели Нормально А так не сказали Застали все А смотритесь на лужах Ну на лужах Вон документы покажу То есть на севере Ну почему моложе? Потому что на заднице не сижу А бегаю Это самое лучшее А ходьба Это великое дело Это точно Это точно А если бы сидел вот Из автобуса На трамвае На такси Да мы вот тоже стараемся бегать Да, бегаем Весь год сидим Потом неделю бегаем А собака хорошая Я еще жарю Все, все На, на, еще Да мы больше не сидим Да хватит А мы летом может еще насобираем Супы не суваем Бери Смотри Хватит сейчас А летом мы это собираем Ну твоя ноша Мы сюда летом приедем Вы вам покажете Мы все насобираем Ну куда? Больше не нужно Да бери А то что у вас будет За похлебка Отлично Все, спасибо Не нужно Все, хватит Соба, 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 Соба Хой, хой, хой Хой, хой Хлэки Алой Красота Упаска О, да Какая замина вообще Вот такая Да Жалко Все Вот как ушел Смотри О, а наличники Насколько Какие наличники Вот люди жили Не то жили Красоту Наводили О Вот Церковь Бушнево Подходим С севера С необычной стороны Здесь она заросшая Все Село Бушнево Одно из старейших Оно упоминается 16 октября 1545 года В жалованной грамоте Московского великого князя Ивана Васильевича Грозного Чистяков Как его зовут Александр Александрович Александрович Николай Александрович А тут какая Какая скульптура Или это дата Июнь Да 1911 Август 14 Август Сиятим Необычный Такой вообще Первый раз вижу Церковь какая В древности На месте церквей Бушнево Был небольшой монастырь Называвшийся Карпищевой пустыни Это колокольня значит была Колокольня А вот то что Там еще один Еще один храм Это целый храмовый комплекс Здесь Ветражи Стекла сохранились Это зимняя церковь Троицы Живоначальный Село Бушнево Стояло на торговом тракте Из Новгорода В Сибирь И славилось Как бойкое торговое село Здесь по пятницам Каждой неделе Собирались Большие базары Съезжалось сюда До трех тысяч человек На постоялых дворах Останавливались Проходившие обозы Оно уже на торговом пути Вот сейчас Чукулама четыре тысячи Пока не было Вот этой железной дороги Чукулама сейчас На свете Четыре тысячи Офигеть Так Пока не было Железной дороги Вот здесь Основной Путь на восток Проходил Именно Чизбуш Когда в Сибирь Проложили более короткий тракт Через Казань Этот торговый тракт Потерял свое значение И превратился В местную почтово-этапную дорогу Но она захерела После постройки Железной дороги Из Петербурга В Вятку Столбы-то Деревянные Эта церковь Была построена В 1833 году Вот такой стол Сар Цар Царь Константин Перед Константином Что написано? Какой-то на кардинал Какой-то похож Ну такой Горностаевый Да Оставшиеся В здешней церкви Росписи Здешние иконы Поразили нас Своим Необычным видом Александр Невский Царь Константин Полное таки стекло Видишь? А, да-да-да Неровное С пузырями А, неровное А это вот смотри Вешалки Это наряд сувешек Смотри Надень наши Слушай, вешалка реально Вот это А может матью какую-нибудь Ну, раньше люди-то были По богатырее Да, ну Мощнее Они мелкие, по-моему, такие были Нет, но тут На самом деле Посмотреть наряды Всех этих цариц Так туда захочешь Не влезет Крючок такой Могучий Какой-то он такой Многоярусный Какой-то странный Колокольня Ну, это еще лет Двести простоит, наверное Вот то, что из кирпича До сих пор Бытует легенда О появлении здесь В 1628 году Чудотворной Иконы Казанской Божьей Матери Много преданий Ходило о чудесах Этой иконы Об исцелении больных Богомольцы Толпами приходили Поклониться иконе Праздничный Крестный ход При огромном В течении народа С хоругвиями С пением псалмов Был целым событием В жизни округа В 1701 году На месте Деревянной церкви Монастыря Названной в честь Иконы Казанской Божьей Матери Была построена Каменная церковь Одна из ранних Каменных церквей В Галичском уезде Сохранилось Описание ее В Карпищевой пустыне Церковь каменная О пяти главах А главы и кресты Обиты немецким Белым железом У одного креста Четыре цепи железные А в церкви Царевы двери По сторонам Столбцы Писаны золотом В церкви Прикладина Колокольня Каменная Об одной главе А на ней Пять колоколов И в первом весу Пол девяти пут С одним отчеством А с одним окончанием Тут трое С одним окончанием Тут братья Наверное Ну вот В смысле окончанием Как-то отчеством Один Ну с отчеством Четверо даже Кузнецовы Кузнецовы Да Ну действительно Как бы семья не вернулись Больше всего сезовых Погибло Войны не было здесь Та описанная в старых документах Церковь Не сохранилась И в 1818 году На месте старой каменной церкви Возникло новое За образец Был взят Исаакиевский собор В Петербурге Вот такое строение Грандиозное Прямо античное Ныне в селе Не проживает Ни одного человека Закат Деревня Ермолина Въехали мы От охотника Лехи С деревни Спирдова Едем домой Четыре часа Уже темнеет Ну закат такой холодный Наверное Подморозит Уже подмораживает На красота Вот и уезжаем На свидание Терема Сташова Мороз-то как? Мы привыкшие люди Костромские Да Ну и 210 Если прошагали километров Это много Я вот так представляю Ну каждый день же мы 60 Потом 50 Да Да До новых встреч Чехламская земля Да 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 Продолжение следует...